В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Бывший депутат Садык Шернияс решил снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Садыра Джапарова. Об этом он заявил во время прямого эфира в фейсбуке. Шернияс рассказал, что сегодня утром по инициативе Алмамбета Шикмаматова в госрезиденции Аларча состоялась его встреча с Садыром Джапаровым. По словам Шернияса, Джапаров обещал решить поднятые им проблемы, в частности вопросы в сфере образования, науки и культуры. При этом, как отметил экс-депутат, несмотря на то, что взгляды относительно формы правления у них не сходятся, Шернияс решил снять сгонки в пользу Джапарова. На встрече обсудили в целом пять вопросов. Это вопросы культуры, образования и конституционной реформы. Мы поняли друг друга. Но каждый остался при своем мнении. Например, по вопросу формы правления, он хочет президентскую систему, я остаюсь сторонником парламентаризма. При этом он согласен, что частично все-таки должна быть партийная. Я решил снять свою кандидатуру с выборной гонки. Понял, что в дальнейшем многие вопросы культуры и образования можно решать вместе с Садыром Джапаровым. Таким образом, в гонке за президентскую должность остается 46 человек. Всего, напомним, в начале было 63. Оставшиеся претенденты сейчас собирают подписи, поддержавших их избирателей. В подписных листах у каждого из кандидатов должно быть не менее 30 тысяч и не более 60 тысяч подписей. Сдать листы претенденты должны до 3 декабря включительно. В ЦИКе предупреждают, что все графы в подписном листе заполняются избирателем собственноручно, полностью без сокращений. Если при проверке листов обнаружится несколько подписей одного и того же лица в поддержку одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные признаются недействительными. Также отметим, регистрация кандидата в Центр избиркома должна закончиться до 15 декабря. С наступлением холодов в стране участились пожары из-за неправильного использования отопительных приборов. Только за минувшие сутки, по информации МЧС, в целом по всей республике было сфиксировано 14 пожаров. Один из них сегодня утром вспыхнул в частном доме по улице Горького в Бишкеке. Обошлось, к счастью, без жертв и пострадавших. Но пламя могло распространиться на близлежащие постройки. К месту ЧП пришлось вызвать дополнительный расчет огнеборцев. Кубат Кубаначбек расскажет с места событий, а также напомнит случаи крупных пожаров за последние несколько дней. Около 9 часов утра горит жилой дом по улице Горького в районе пересечения с улицы Елибаев. На месте работают два пожарных расчета. Медлить ни в коем случае нельзя. Огонь может перекинуться на рядом стоящие дома. Постройки расположены максимально близко к друг другу. С огнем борются даже соседи. Очевидцы пытаются помочь погорельцам вытаскивать на безопасное место газовые баллоны. А эти кадры были сняты спустя час. На территории дома десятки сотрудников милиции. Огнеборцы заявляют, что им удалось локализовать очаг возгорания. Около 10 часов утра с крыши до сих пор идет едкий дым. По предварительным данным возгорание началось из-за включенного обогревателя. Десятый микрорайон. Здание налоговой службы по Октябрьскому району. Из-за включенного чайника загорелось помещение, где сидел охранник. По предварительной версии пожарных пожилой мужчина решил с утра заварить себе горячий чай. Включил электрочайник. Вышел на улицу, чтобы почистить двор от снега. А далее вот что случилось. Накануне буквально в 8 часов утра вспыхнул пожар у входа в управление Государственной налоговой службы по Октябрьскому району. Полностью сгорел первый этаж, где сидели сотрудники охраны. Также огонь перенесся и на часть второго этажа. Я до сих пор в шоке. Не знаю, как это могло случиться. Включил чайник, вышел на улицу. Смотрю, уже горит. Я не знал, что делать. На пожаре работали два пожарных расчета. Где-то там подано было один столб. В это время выходные дни были, никого не было. Только охранник находился. Потушили быстро, да? Да, потушили быстро и справились. Меж тем нам удалось поговорить и с начальником налоговой службы. По словам Канбека Урмонова, кабинеты, помещения, единого окна, а также оргтехника и документация не пострадали. Жертв нет. Все сотрудники на рабочих местах. Ну, думаю, чтобы восстановить, не потребуется много денег. Нужно где-то 15-20 тысяч сомов. Но это решаемые вопросы. Все работники в штатном режиме ведут свою работу. В части здания, где произошел пожар, пока света нет. Сейчас мы восстанавливаем. А так, сбоев в работе совсем нет. 27 ноября. В офисе одного из банков, расположенном в районе Алмединского рынка в Бишкеке, тоже вспыхнул огонь. Тушили пожар около 40 минут. Работал один пожарный расчет. По уточненным данным, это один из отделений банка. К счастью, сотрудники не пострадали. Сегодня здание банка выглядит так. Остался лишь железный каркас. Либо все сгорело, либо все офисные принадлежности успели вынести. Это случаи, когда из-за пожара никто не пострадал. Но так бывает не всегда. В этом году при пожаре погибли 16 человек. За минувшие сутки, по информации МЧС, в целом по стране было зафиксировано 14 пожаров. И почти половина из них в Чуйской области. В регионе вспыхнули 6 пожаров. Из них в жилом секторе 1299 пожаров. Это все проходит вследствие зимней опасных периодов. Это бывает неправильная установка печей, неправильно использование электрических оборудований. Это основная из причин. Около 3,5 тысяч пожаров произошло в стране с начала года. Больше половины из них приходится на частный сектор. С наступлением холодов спасатели проверяют отобительные печи и электроприборы в жилых домах. Однако не все хозяева рады незваным гостям. Огнеборцы говорят, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности стоит людям потери имущества, а порой и человеческой жизни. Основная причина пожаров в зимний период – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования, печного отопления. И так каждый год. Ваши милиционеры по горячим следам раскрыли убийство. Как сообщили в ОВД Южной столицы, 28 ноября в милицию позвонил 62-летний житель. Он рассказал, что пошел искать своего сына, который вышел из дома и не вернулся. Отец нашел окровавленное тело 32-летнего сына с ножевыми ранениями. Вскоре оперативники вышли на след предполагаемых убийц. Были задержаны двое подозреваемых – 58-летний и 60-летний мужчины. Оба ранее были судимы также за убийство. При обыске дома у одного из задержанных правоохранители нашли окровавленную одежду и нож. Устанавливается мотив преступления. Ведется следствие. Требовали деньги в качестве так называемой отметки. В Баткенской области задержали подозреваемых в вымогательстве. По данным областной милиции, к ним с заявлением обратился 30-летний житель участка Джаныджерка Дамджайского района. Он сообщил, что трое неизвестных требовали с него отметку за то, что он занимается перевозкой грузов в Узбекистан. В ходе оперативных мероприятий с поличным при получении более 2 миллионов узбекских суммов были пойманы три жителя села Джушук. В ходе проверки было установлено, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Кроме того, члены преступной группировки занимались вымогательством денежных средств и у других граждан. ГКНБ сообщает, что объявлен в розыск один из активных членов ОПГ, кримавторитет Кадыр Досонов, известный в преступном мире по кличке Дженгу. Как сообщается, чекисты установили его причастность к совершению тяжкого преступления против собственности. Отмечается, что позавчера в ходе досудебного производства было вынесено уведомление о подозрении, но он исчез. В тот же день Оржским городским судом в отношении Досонова заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск. Тейрбека Сарпашева вызвали на допрос в ГСБ. Как сообщается, бывший вице-премьер должен явиться в здание Финполиции к 17.00. Его допросят в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по факту незаконного обогащения. По версии следствия, Тейрбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, но не указал его в своих декларациях. Отметим, что бывший вице-премьер-министр, экс-руководитель ГРС, также проходит свидетелем по делу о коррупции, связанному с незаконным снятием с ареста земельных участков Максима Бакиева. Меж тем, ГКНБ сообщает, что продолжается работа по возмещению ущерба со стороны Раима Матраимова. Сегодня, кстати, последний день для него, чтобы он перечислил оставшуюся часть ущерба. Напомним, согласно заключенной со следствием сделки, Матраимов обязался до конца ноября вернуть государству 2 миллиарда сомов. Сколько из этой суммы он уже перечислил на спецсчет Минфина, в комитете не сообщают. Известно, что на 19 ноября он перевел туда лишь четверть из обозначенной суммы – 536 миллионов сомов. В ГКНБ уверяют, что работа продолжается и добавляют, что в рамках дела Матраимова установлена причастность других сотрудников таможни к коррупционным схемам. В Кыргызстане за последние сутки жертвами ковида стали еще 5 человек. Согласно данным республиканского штаба, за минувшие 24 часа две смерти были зарегистрированы в Таласской области, по одному летальному случаю в Бишкеке, Чуйской и Орской областях. Меж тем, по числу новых случаев заражения в лидерах снова Бишкек. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 137 человек. В Чуйской области заразились 79. Всего же по стране ковид за сутки был выявлен у 380 граждан. Это с учетом внебольничной пневмонии. Вновь наблюдается рост заражения среди медиков. Ковид-19 был зарегистрирован у 17 медработников. Что касается динамики выздоровления больных, она остается стабильной. Правда, за последние сутки число выздоровевших было меньше, чем новых заболевших. Накануне от коронавируса вылечились всего 360 пациентов. Традиционная учеба в вузах страны начнется с Нового года. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурбалдеева. По ее словам, сейчас в правительстве также рассматривается вопрос открытия детских садов. Но все будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации. Чиновница просит каргастанцев потерпеть. По ее словам, можно все открыть, как просят граждане. Но вытянут ли больницы массовый наплыв тяжелых и хронических больных и пожилых? И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова